Если вы любите забавные, а также мотивирующие видео, смело заходите на канал Алены. Она расскажет, как провести свободное время максимально интересно и поможет советам в трудной ситуации. В течение долгого времени казалось, что жанр ужаса – это что-то такое, что мы упомянем только между делом с некоторым оттенком ностальгии. Однако за последние годы мы увидели, что создатели жанра вполне способны хвататься когтями за землю, как ненасытные зомби в поисках сочной плоти. За последние пять лет жанр порадовал нас следующими шедеврами – Outlast, Alien Isolation, Amnesia, The Dark Descent. И хотя достаточно страшные моменты скатываются до стадии на любителя, Tailblock.net сделал всё возможное, чтобы предоставить наиболее страшные эпизоды за последние пять лет. Пятое – паранойя о неправильном выборе – Until Dawn. Это своеобразный глоток свежего воздуха, так называемый эффект бабочки, который гарантирует, что каждое решение, которое вы принимаете, независимо от того, важное или нет, имеет действительно реальные последствия для персонажей. И с автоматической системой сохранения, которая ограничивает вашу способность просто брать тайм-аут, чтобы подумать над правильной комбинацией, Until Dawn прививает в итоге игроку достаточно глубокую степень паранойи. Вы никогда не узнаете, что персонаж, которым вы управляете, будет есть грязь в самых ужасных местах из-за одного вашего неверного решения. Возможно, в конечном счёте вы даже сольётесь с кастой мёртвых. Четвёртое – игра в кошки-мышки с ксеноморфом – Alien Isolation. В космосе единственный, кто может услышать твой крик – это чужак, ростом почти 2,5 метра, с острыми как бритва зубами. Так что вам лучше взять себя в руки, схватить покрепче свой огнемёт и молчать. Первоначальная встреча с высоким чужаком гарантированно оставит определённый нервный сплеск, который останется на протяжении всей игры. И пока вы будете сражаться с другими опасностями, которые идут в качестве дополнения к ксеноморфу – убийственные андроиды или пистолетами в руках лунатиков – эти опасности будут ничем по сравнению с существом, способным вынюхать вас в считанные наносекунды. Учитывая то, что встречи носят исключительно рандомный характер, нет никакого способа узнать, с какой стороны появится ксеноморф. Сможет ли он найти вас по обонянию из-под стола, где вы прячетесь? Атмосфера игры настолько страшна, что даже малейший шум заставит вас стать вкопанным, думая, что этот чужак подкрался к вам через вентиляционный люк. Третье. Спасаясь от сумасшедшего доктора. Outlast. Битком набитая психиатрическая лечебница, безоружный герой и камера ночного видения. Если это не идеальный рецепт для игры ужасов, то я не знаю тогда, что это. Изюминка этого момента – это то, что он использует камеру как источник света. Все купается в размытом зеленом цвете, кадры позволяют почувствовать весь ужас. И, как вы понимаете, играть в качестве персонажа-журналиста не совсем благоприятно. Особенно, когда вы имеете дело с неуравновешенными обитателями, шатающимися по коридору. Так что возможность убежать от них – это наилучший шанс для выживания. Конечно, сказать проще всего, чем что-то сделать. Когда вы вынуждены спасаться от каннибалов и сумасшедших, которые охотятся на вас в момент своей страшной игры, попав в петлю прекрасного доктора, вы стягиваетесь ремнем. Сцена получается еще более кровавой, когда он начинает свои пытки, отрезая пальцы один за одним. Свобода может дать вам некоторую отсрочку. Самое главное – не попасться в лапы врача, чтобы не быть порезанным на куски. И поверьте, ваше сердце может взорваться от ужаса, когда он будет тащить вас из тени. Второе. Попытки не остаться в воде. Amnesia The Dark Descent. Глядя на существ, на селяющих замок, вы вдохновляетесь на террор, поскольку пришли с жаждой света, избегая тьму, как чуму. Интересным моментом является тот, что зачастую ваш единственный реальный способ избежать нападения монстров – это ночевать в темноте. И единственное, что может быть страшнее гонки злого монстра – это гонка злого монстра, которого при этом не видно простым зрением. Эта встреча произойдет, когда вы вынуждены ехать через ряд затопленных туннелей, хозяином которых и является этот упомянутый выше зверь. Чтобы выжить, вы должны как-то успокоить свои нервы. Первое. Каждую секунду. Пяти. Два слова. Деформированный плод. Если и есть что-то такое, что будет преследовать вас каждую минуту в течение нескольких недель, после опыта игры в пяти, так это зрелище плачущего деформированного плода, лежащего в раковине. И это только начало. Игра помещает вас в коридор пустого дома, где вы должны проделать свой путь через комнаты и залы, начиная замечать изменения, происходящие вокруг. Они варьируются от самых безобидных до таких, которые заставят вас бить тревогу. Некоторые тонко намекают на опасность. Слышен шум, глухой стук. Возможно, одно или два сообщения из радио. Но только тогда, когда вы думаете, что наконец держите себя в руках в этой среде, следующий коридор выводит вас через дверь, выкидывая к окну с потерей чувства равновесия. Каждая петля оконной рамы двигается все отчетливее. Вскоре гаснет свет, и призрак появляется из воздуха. Нелегко вызвать первобытный ужас таким путем, каким это сделано в этой игре. Но у разработчиков это вышло благодаря мастерской манипуляции, что в конце концов приводит к настоящему кошмару. Пока все. Если это видео соберет действительно много лайков, мы продолжим рассказывать о самых страшных моментах из игр.